Добрый день! Мы рады приветствовать здесь, в нашей студии, Дмитрия Тружкова, директора Кирово-Чапецкого филиала компании «Уралхим». Дмитрий Анатольевич, добрый день! Здравствуйте! Здравствуйте! 25 сентября вы вступили в должность, пришли на всем абсолютно кировчанам известное большое производство. И, как мне рассказывали ваши коллеги, начали с того, что очень кропотливо стали знакомиться буквально с каждым процессом, который осуществляется на производстве. И с работой каждого подразделения. Да, с работой каждого подразделения. И с каждым сотрудником, практически. Как это было, расскажите. Ну, конечно, с каждым сотрудником познакомиться в столь короткий период невозможно. 3100 человек работает у нас на заводе. Но, тем не менее, понять специфику производства, специфику эксплуатации сейчас. И понять, какие перспективы... Ну, то есть, ответственная задача была понять, где мы находимся сейчас, какая специфика производства. И в том числе понять, какие перспективы у отрасли, у наших потребителей. Для того, чтобы понимать, куда мы дальше вместе с коллегами будем развивать завод в дальнейшее развитие. Для того, чтобы понять текущую специфику, конечно, надо было погрузиться в технологию производства. Естественно, ее невозможно понять до конца полностью, как химику-технологу. Для этого есть высококвалифицированные кадры на заводе, они это знают. Но, с точки зрения управленческих решений, на самом деле, любой менеджер внутри предприятия работает с тремя категориями. Железо, процессы технологические, управленческие и персонал, люди. Поэтому мне для себя изначально хотелось понять технологические процессы полностью, как они на текущий момент построены на заводе. Понять, каково состояние железа, так называемый, сейчас. Ну и понять, какие сильные стороны есть у персонала, которые в дальнейшем можно использовать максимально эффективно. Для этого у меня для себя был составлен план, как по всем основным цехам пройду, в какой период. Была некая технология, что сначала я заочно знакомился с производством по бумагам, скажем так, по презентациям. Для себя понимал основные важные процессы. И потом либо с главным инженером, либо с замом по производству уже задавал вопросы. А вот тут так или так, а вот здесь вот так или вот так или вот так. А не удивлялись, что вы так дотошно в эти процессы погружаетесь? Мне кажется, люди понимали, что в любом случае руководителю, директору завода, нужно понимать до определенного уровня специфику завода. Поэтому коллеги очень хорошо откликнулись и прям помогали вникнуть в моменты, которые действительно важны в последующем для принятия тех или иных управленческих решений. Следующим, третьим шагом было, это когда я уже понимал технологию. Когда уже после того, как с коллегами поговорил, ряд вопросов понял, они мне помогли сказать, вот здесь обратить внимание. Для будущего здесь, здесь, здесь. Уже шел непосредственно в цех и с начальником цеха, ну либо с технологом цеха, где как получалось, проходил, видел это уже вживую в железе, скажем так. То есть вот уже сложилась картинка, как бы связь. Вот этот этап производства здесь, вот здесь происходит такая-то реакция. Понятно, все реакции не запомнишь, которые происходят на заводе, по крайней мере, мне точно это не запомнить. Ну, потому что, еще раз повторюсь, для этого есть специализированные, профессиональные химики и технологии. Но, тем не менее, появлялась уже вот в третьем этапе связка вот этот процесс здесь, вот он как выглядит в железе. Ну, и четвертым этапом было уже, вот он у меня получился не в каждом корпусе, но, по крайней мере, на всех основных производствах я так побывал. Это я находился с коллегами на смене, ну то есть смотрел, приходил часа за три до того, как заканчивается смена, смотрел, как люди работают. У них уточнял, опять же, технологические нюансы, с ними разговаривал, там, что у них хорошего, есть ли какие-то моменты, там, прям, ну, ко мне, просьбы, предложения, инициативы, мысли. В том числе, там, социального характера, социально-бытовых моментов, ну, вот такие. И, наверное, вы поняли, что на этом предприятии работают люди, которые знают очень хорошо свой предмет, они знают, куда надо двигаться, и они открыты для того, чтобы, там, и покритиковать, возможно, и предложить, и вопросы не бояться задавать. Вопросы не боялись задавать, на самом деле, хорошая культура в этом плане есть на заводе, когда люди готовы к инициативам, к проявлению, готовы и задавать в том числе и неудобные вопросы. Но, вот, по результатам четвертого этапа, соответственно, у меня уже было, прям, прям, уже достаточно хорошее понимание и процессов, и железа, и персонала. Сколько вы времени себе на это отвели? Вот, вот, задача была пройти до Нового года, в общем, с этой задачей справился, там, осталось несколько корпусов вспомогательного производства, который уже проходил после Нового года, ну, вот, за три месяца все основные производства были пройдены. Ну, и практически, практически в короткое время после того, как вы ознакомились с производством, вы уже приступили к взаимодействию с внешней средой, что называется, потому что, потому что спустя совершенно короткое время, уже был большой доклад по итогам работы предприятия за 2018 год, и по планам на 2019 год, и даже более далекие стратегические планы. Как всегда, этот отчет Уралхима содержал множество различных сторон, там вы говорили и про производство, и про номенклатуру производимой продукции, и про потребителей, и про географию потребителей, что очень важно для нас, это инвестиционные проекты, я имею в виду, для экономики региона. И не менее важны, конечно, вопросы, которые задавали журналисты, приехавшие вот на этот большой отчет, это вопросы социальной политики, потому что эта компания отличается, конечно, всегда очень серьезно и объемными социальными проектами, которые касаются не только сотрудников самого предприятия, но и города, и даже многих районов этого региона. Кировской области. Да, это гигантская, на самом деле, ноша, с одной стороны, большая очень ответственность, но и я надеюсь, что хорошие результаты вы получаете, мы обо всем об этом сегодня будем говорить. И приступим мы к этому разговору как раз с годового отчета за 2018 год, результаты деятельности компании. С чего нужно начать? Ну, наверное, все-таки нужно обратиться к тому, что к короткой справке, и напомнить еще раз слушателям, что именно производит компания. Ну, наш завод производит минеральные удобрения, благодаря которым сельхозпроизводители могут сильно повысить свою урожайность. При этом есть ряд продуктов, которые могут использоваться не только в сельском хозяйстве, но, к примеру, и в нефтехимии. Есть у нас такой продукт нитрод кальция, который используют нефтяные компании при бурении. Они используют это как жидкость, которая выдавливает, в конечном счете, нефть. Ну, когда уже необходимо либо заполнять, либо выдавливать нефть. Есть и такие у нас продукты. Но, конечно, основной объем производства – это минеральные удобрения. Но здесь очень нужно отметить этот момент, потому что как раз задавались вопросы о диверсификации производства и дальнейших планах. Вот эта новая история, довольно свежая история сотрудничества с нефтедобывающей отраслью – это очень большие перспективы, как нам кажется. Ну, первый раз этот продукт на заводе был получен 4 года назад. С тех пор было произведено увеличение объема производства. Ну, и вот один из наших планов – это дальнейшее развитие этого продукта, потому что действительно спрос на него есть. Качество продукта получилось очень хорошим. Скажу, что лучший или один из лучших продуктов на рынке аккуратно. Но действительно очень хорошее качество, и потребность в нем у наших потребителей есть. И, соответственно, есть на него спрос. Он в том числе также идет, начинаем поставлять его и на международные рынки. Если вы обратитесь к сотрудничеству все-таки в сельскохозяйственной отрасли с вашими покупателями, с вашими клиентами, с теми, кто давно сотрудничает с вашим предприятием, я правильно понимаю, что одна из основных стратегических задач, которая перед предприятием стоит – это обеспечить наших сельхозпроизводителей удобрением по, возможно, минимальным ценам. Потому что мы все понимаем, да, курс рубля, курс доллара, вот это вот все истории, которые происходят на протяжении последних лет. То есть это задача государством перед вами поставлена. Я бы вообще предложил поговорить вот в разрезе клиента ориентированности. На самом деле чуть-чуть о другом, о том, что важным направлением для нас сейчас и будет дальше являться продать не только продукт, но и вместе с этим предложить клиенту сервис, благодаря которому он сможет наиболее эффективно использовать наши продукты. То есть это сопровождение такое? Это сопровождение, это помощь. Давайте сохраним интригу. В течение 30 секунд у нас небольшой перерыв. Это правда было открытие на вот этом самом отчете новое направление деятельности герво-чапецкого филиала компании «Уралхим». Через 30 секунд после короткого перерыва продолжим. Возвращаемся в студию. У нас сегодня в дневном развороте Дмитрий Тружков, директор герво-чапецкого филиала компании «Уралхим». Анна Лапшина и Светлана Занько здесь. Интригу мы сохранили. Теперь можно уже приступить к разъяснению этого вопроса. Сопровождение потребителей. Это разработка программ внесения, потому что не каждый... Мы говорим про удобрения. Агрономические такие, да? Мы говорим про удобрения, да, про агрономическую составляющую, потому что не каждое сельхозпредприятие может позволить себе иметь квалифицированного агронома. И действительно, не каждое сельхозпредприятие наиболее эффективно использует те удобрения, ту широкую линейку удобрений, на самом деле, которые у нас есть. Потому что для разных почв, для разных сельскохозяйственных культур в разные периоды времени можно выстроить наиболее оптимальную программу внесения тех или иных удобрений, которая позволит иметь наибольший результат от их применения. По 2018 году у нас в этом плане есть очень хорошие результаты. Есть предприятия, которые благодаря нашей помощи смогли увеличить урожайность и на 27% и на 44%. То есть для сельскохозяйственной отрасли, где предприятия бьются за каждый процент 2-3 повышения производительности, вот такое скачкообразное, можно сказать, повышение – это очень хороший результат. При этом, естественно, мы помогаем им смотреть на экономическую составляющую от этой деятельности, что там либо другие виды удобрений, либо их объем внесения, либо, ну то есть, к примеру, если это стоит дороже для них, то мы помогаем им посмотреть, насколько это увеличит их урожайность и что у них останется так называемый дополнительный маржинальный доход, ну то есть маржинальный доход, который они получают от прироста урожайности, он покрывает затраты на удобрения, при этом у них еще остается, словно, своя дополнительная прибыль. То есть вот этот момент мы тоже на него обращаем внимание и помогаем не только технологически, но и экономически обращать внимание на эти составляющие. Потому что, ну вот если сравнивать объемы вносимых удобрений и результат от них с, к примеру, другими странами, у которых это максимальное, то есть которые достигли, в принципе, максимума, ну мы видим, что потенциал у сельхозпредприятий и нашего региона, и нашей страны, на самом деле, достаточно серьезный и большой есть. Увеличение объема потребления удобрений и, соответственно, еще больше увеличения роста урожайности. Мы видим по отчету, который вы предоставили, что капитальные вложения и инвестиции Кирово-Чапецкого филиала компании «Уралхим» в 2019 году очень существенно вырастают. Причем, надо сказать, что инвестиционные проекты, на инвестиционные проекты вы увеличиваете в разы инвестиции, на капитальные вложения тоже практически в два раза увеличиваете инвестиции, и ремонты незначительно, но тоже растут. С чем это связано? Это связано с тем, что на текущий момент у компании есть уже ряд просчитанных инвестиционных проектов, которые мы прошли корпоративное одобрение и начинаем их реализовать в 2019 году. Именно инвестиционные проекты, которые повышают производительность, которые повышают эффективность производства на нашем заводе, в том числе новые мощности, прям дополнительные мощности, к примеру, как по нитрату кальция, о которых я говорил, который очень хороший, качественный продукт. И также именно в 2019 году это связано с тем, что у нас, к примеру, есть ряд объектов, по которым подошел период, когда необходимо вкладывать большие средства в обеспечение надежности и безопасности производства. Долгосрочное планирование, да? К примеру, агрегат АМИАК, трубы печи реформинга, отработали 18 лет, и вот в рамках плановой замены, они работают 18-20 лет, в рамках плановой замены в 2019 году мы проводим большой объем работ по печи реформинга, и вот только в нее мы вкладываем 800 миллионов рублей для того, чтобы в дальнейшем еще 20 лет работать надежно и безаварийно, без каких-либо рисков с точки зрения эксплуатации этого оборудования. Ну, то есть это в том числе внимание завода, связанное с надежностью и безопасностью эксплуатации активов, которые есть. Ну и плюсом новое оборудование позволяет увеличить и выработку, и более качественный продукт получать. Естественно, когда мы решаем вопросы надежности и безопасности, в том числе всегда обращается внимание, можно ли при этом увеличить производительность с учетом применения современных материалов, современных технологий, ну и повысить качество продукции. Дмитрий Тружков, директор Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим» сейчас находится в студии дневного разворота. Дмитрий Анатольевич, в последние годы мы наблюдаем тенденцию такую мировую, что количество предприятий, которые производят минеральные удобрения, по всему миру растут. В том числе открываются предприятия в Западной Африке, например, и в других, более близких, например, американских континентах частях, это конкуренты ваши прямые, потому что там логистическое плечо короче, соответственно, другая цена. Это как-то сказалось на стратегии развития компании? – Ну, с одной стороны, конечно, прям бояться вот так, что открываются производства другие, не надо, потому что, во-первых, растет количество жителей на нашей планете. Это факт. Второе, там, с учетом того, что я сказал, есть большой потенциал увеличения эффективности использования минеральных удобрений, и он еще, ну, недоиспользован. С другой стороны, конечно, это подстегивает, ну, вот, новое производство подстегивает все компании, которые есть на рынке, там, дополнительно заниматься повышением своей эффективности и применением современных средств по автоматизации, роботизации, цифровизации производства. И это хорошо на самом деле. – Прогрессировать, не стоять на месте, да? – Есть еще один интересный момент, Аня, который я услышала от коллег, присутствовавших на годовом отчете компании «Уралхем» Кирово-Чапецкого филиала. Это интересные такие эксперименты, которые проводит компания по внедрению новых продуктов, по испытанию собственных минеральных удобрений. Например, вы выращивали, я не помню, какую культуру, мне сейчас кажется. – По-моему, это называется агрохимический испытатель. – Значит, в северных территориях, непривычных для этого растений, с использованием ваших удобрений, чтобы понаблюдать, насколько удобрение помогает этим нетипичным растениям для этой территории географической вырастать именно здесь. Условно говоря, можно бананы выращивать в Кировской области или нет? – Опытов с бананами не было, да. Но действительно, в рамках той работы, о которой я говорю, это агросопровождение, агроконсультирование, в том числе и пробуем вместе с сельхозпредприятиями производить, выращивать, помогаем им выращивать нетипичные для нашей области продукты, например, соя. Ну и вот одним, опять же, из успехов 2018 года было то, что первый раз на территории Кировской области было осуществлено полное вызревание. То есть до этого опыта были, но ни разу не было, чтобы она вызрела полностью. В 2018 году, конечно, можно сказать, что и погода помогла, но и вот я точно могу сказать, что та программа, которую мы разрабатывали, она тоже очень сильно повлияла на вот этот результат. Естественно, в 2019 году будем продолжать, и не только с этим, как бы с коллегой, которым мы эту работу делали, но и еще с одним сельхозпредприятием будем пробовать и на его площадях тоже вот опыты дальше продолжать по производству, по выращиванию нетипичных. Это тоже будет соя или что-то еще? Да-да-да. Но это очень интересно. Мы недавно буквально делали это тоже интервью с компанией, которая поставляет, разрабатывает фермы для молочного рогатого скота по всей стране. И они как раз говорили о том, что вот они тоже разрабатывают с нуля и заканчивают сопровождением. Говорили, что современные корма, которые применяются на таких вот закрытых фермах, где выращивается молочный скот, там большую часть меню составляет как раз соя, а сою закупают только в южных районах. И это, конечно, дает большие деньги южным, например, районам, но не дает... И регионы, наверное, южные. Да, регионы. Но не дает потребителю, который находится в основном как раз вот в средней полосе и чуть севернее, как мы. Поэтому это очень перспективная, на самом деле, история, о которой мы все время говорим. Ну, мы регион с рисковым земледелем, да, поэтому если получится, ну вот несколько лет подряд, если опыты получится, можно будет признавать их уже прям успешными и масштабировать в рамках региона. Посмотрим. Сейчас мы хотим поговорить о политике, которая касается кадров. Долгое время на комбинате, на Керочепецком филиале компании «Уралхим» действовала программа по, условно скажем, попросту говоря, по омоложению кадрового состава предприятия. Она продолжается или она уже завершена? Расскажите, пожалуйста. Эта программа позволяла омолодить кадры. Сейчас средний возраст 40 лет, и вот последние три года уже средний возраст работников 40 лет. Сейчас я думаю, что надо сказать, что мы развиваем уже эту программу в том плане, что необходимо повышать со временем постепенно квалификацию молодых специалистов. И на заводе, опять же, уже несколько лет очень хорошо функционирует, на самом деле функционирует давно, но вот прям последние несколько лет это было сделано, функционирует свой учебный центр, где у нас порядка 50 программ специальностей мы обучаем сами. Это дополнительное образование? По рабочим специальностям это прям основное, не дополнительное. То есть это позволяет тем молодым специалистам, которые к нам пришли, получать и вторые профессии, потому что, к примеру, сложное производство аммиака до мастера смены может дорасти только человек, который поработал оператором на разных этапах производства. И для этого, соответственно, ему необходимо регулярно повышать компетенцию не только на своем рабочем месте, но и изучать вторые профессии. И вот эта работа на заводе идет, продолжается. Я думаю, что мы с учебным центром, мне бы очень хотелось, чтобы мы еще дальше совершенствовали программы обучения и, к примеру, уже начали внедрять современные методы обучения, как VR-обучение. Что это такое? Это такое, когда, к примеру, ряд информации человек учит не читая, ну, там, лекции, да, а, к примеру, уже создается визуализированный объект, на котором он показывается, как это работает. Виртуальная реальность. Да, да, ну, то есть VR, AR, дополненная реальность. Дополненная реальность, это, конечно, больше не к обучению, это уже больше к эксплуатации, к повышению уровня эксплуатации, а VR, виртуальная реальность, это когда можно, к примеру, слесаря обучать, как разбирать или ремонтировать задвижку, и вот, ну, визуально он прям видит, как это делается, и понимает, куда и какая последовательность его действий должна производить, чтобы это было безопасно. Вместе? А, ну, в смысле, технологично, безопасно, ну, и с минимальными задоратами времени на это. Вот будем пробовать внедрять подобные механизмы обучения. Вместе с квалификацией кадров, судя по графику, который сейчас перед нами с Анной лежит, растет и зарплата. Да, зарплата растет, потому что, в общем, когда может зарплата расти? Когда растет производительность, и постепенно повышается уровень технологичности автоматизации производства, соответственно, происходит, пусть небольшое, но сокращение персонала, соответственно, делим одно число на другое, получается, что есть возможность, когда растет производительность, увеличивать заработную плату работникам. Такая работа на заводе ведется последние 7 лет, и вот если вы посмотрите эту диаграмму, то видно, что ежегодно, каждый год производительность растет, соответственно, это позволяет в том числе и поднимать уровень заработной платы рабочих. И вот, опять же, здесь можно посмотреть, что на заводе заработная плата растет даже выше, чем официальная инфляция. Быстрее, чем инфляция. Нарастающим итогом за последние годы. Это, на самом деле, очень хорошо, потому что... Ну, вот инфляцию мы смотрим за 2018 год, там, официально 4,27, а зарплата росла на 7,7%. Правильно я понимаю? Да, да, да. И мало того, средняя зарплата составила... Нарастающим итогом. Средняя зарплата рабочих по итогам 18-го. Рабочих. Это без руководства, без инженерно-технического персонала. Ну, это специально делается так, потому что, ну, то есть, чтобы не было вот этого... Чтобы не было средней температуры в больнице. А если убрать там руководство, а если убрать инженеров, а какая она будет, вот специально для того, чтобы было понимание и у рабочих, какой у них уровень зарплаты труда, и для них, и для сравнения с другими заводами, так вот, средняя заработная плата за 2018 год 40 700 рублей. Ну, я считаю, что достойная заработная плата для... Почти в два раза больше, чем средняя зарплата по области. Для региона, да. У нас есть еще до перерыва буквально одна минута, и здесь очень важно, а может быть, после перерыва мы об этом скажем, и плавно перейдем на город, потому что это неразрывно связано с городом. Кроме зарплаты, кроме повышения квалификации, на предприятии существует множество программ для привлечения молодых специалистов. И я помню, когда мы впервые побывали на такой расширенной сессии, я не помню, кто я не была тогда. Я была, да, и я должна сказать, что, мне кажется, это не только молодых специалистов касается, это вообще создание комфортных условий для сотрудников, неважно, в каком они возрасте. Когда мы услышали, что предоставляется служебное жилье, что есть уникальная посещенная программа, мы, конечно, все замерли и переглянулись. Но вот сейчас после короткого перерыва и об этом тоже поговорим. Возвращаемся в студию. Анна Лапшина и Светлана Занько в студии. И Дмитрий Тружков, директор Кирово-Чапецкого филиала компании «Уралхим», отвечают сегодня на наши вопросы. До перерыва остановились на социальной политике предприятия, пока в отношении собственных сотрудников. Светлана уже сказала, как мы были поражены, когда были несколько лет назад в Кирово-Чапецком филиале в гостях. Ипотечная программа, служебное жилье для тех сотрудников, когда они еще только-только приходят на предприятия. Я знаю, что есть огромное количество программ и для людей старшего возраста. Работает Клуб ветеранов, Совет ветеранов Качеха. Работает. Давайте чуть-чуть поподробнее об этом расскажем. То есть вот по данным презентации, с 2014 года 166 человек, то есть почти 170 человек, получили служебную ипотеку, 200, более 200 человек, служебное жилье. Вот эти люди, на каких условиях они приходят? Они какими-то выдающимися должны свойствами обладать и качествами? Ну, естественно, когда люди приходят, уровень квалификации проверяется. Там есть понимание, что, к примеру, его необходимо подтянуть. Я уже сказал, что у нас есть, в том числе, свой учебный центр, который, опять же, имеет лицензию на образовательную деятельность. То есть в этом плане большая работа была проведена для того, чтобы, возвращаясь чуть назад, но тем не менее повышать квалификацию своих работников. Люди, которые приходят на предприятие, есть ли начальник цеха, видят, что человек действительно вовлеченно работает, выполняет все предъявляемые к нему требования, в том числе инициативен, в том числе участвует в жизни цеха, в жизни завода. Он обращается с ходатайством на поощрение его теми или иными видами дополнительной социальной помощи. Это на заводе построено, функционирует. Ну, я думаю, что это очень, первое, помогает производству развиваться, потому что люди заинтересованы в том, чтобы они развивались. Второе, это очень привлекательно для, в том числе, молодых специалистов, не только для молодых специалистов, а для работников. Это привлекательно, чтобы на предприятие приходить, на нем честно, добросовестно, долгосрочно работать и приносить пользу. Ну, такая прям модель вин-вин, когда выигрывают все стороны этого взаимодействия. И дальше вы распространяете свою вот такую социальную активность, потому что Кирово-Чепецкий филиал компании «Уралхим» отличается очень серьезной и благотворительной программой, и социальными проектами. В частности, если уж мы заговорили о молодых людях, а 40 лет сейчас тоже, между прочим, по классификации ВОЗ, это еще молодые люди. 45 лет, да. То есть у вас есть программы, которые позволяют финансировать в Кирово-Чепецке школы, детские сады и спорт, если мы говорим о молодежи. Вот мы рассказывали уже здесь примеры с открытием специализированных групп, конкретно в детских садиках, которые полностью берете под патронат, ремонтируете, и при этом сотрудники «Уралхима» могут беспрепятственно... Без очереди ведь, наверное, практически нет у вас очереди детских с трехлетками. Ну, соответственно, вот эта программа, о которой вы говорите, да, я скажу, что это как раз очень удачная модель продолжения вот этой модели взаимодействия вин-вин-вин, получается, еще и город, да, когда выигрывают не только предприятия, не только работники, но и город. Потому что по соглашению, которое мы подписываем с городом, после того как мы отремонтировали эти группы, либо отремонтировали, либо полностью восстановили из групп, которых, к примеру, раньше не было, ну, там был бассейн, который много-много лет не функционировал, он уже по современным нормам не подходит, его нельзя... Да, ну, даже его просто невозможно восстановить именно как бассейн, по договоренности из него делается одна или две группы, и, соответственно, дети нашего, дети работников нашего предприятия, Кирово-Чапецкого филиала компании «Уралхим» три или четыре года его посещают, поскольку они этот сад заканчивают, ходят уже, соответственно, там в школу, эти группы, по сути, переходят к городу, и город имеет возможность дальше эти группы использовать на обеспечение всех детей, всех жителей города дополнительными местами. Ну, надо сказать, что за семь лет функционирования программы было создано вот в итоге 18 групп, и суммарно было создано более 300, по-моему, мест в детских садах города Кирово-Чапецка, но это, я считаю, что это просто очень-очень классный результат. Но это не просто место в детском саду, это место в хорошей отремонтированной группе. Да, 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 то есть мы же не только ремонтируем, обеспечиваем мебелью, стульчиками, шкафчиками, кроватками, в общем, всем-всем-всем игрушками. Она укомплектована полностью. Она укомплектована полностью, поэтому всё это, в общем, остаётся городу, и город в последующем использует это для, повторяю, всё равно, тем не менее, это важно всех детей. И дальше, по логике нашего разговора, мы можем перейти к школам. Вот только что завершился очередной конкурс «Уралхимия», который касается школ Чапецких. Межшкольный чемпионат. Вот народ в Кирове-то, наверное, даже не представляет, какую возможность имеют чапецкие школьники благодаря этому проекту. Расскажите, пожалуйста, подробнее, и кто победил с чем в этом году. Потому что 20 мая подводили итоги, мы знаем. Я сейчас с большим удовольствием расскажу про наш межшкольный чемпионат «Уралхимия», но сначала скажу, что это не единственный формат помощи школам. До этого, в начале учебного года, мы провели конкурс проектов среди школ, где руководство школ, директор школы, завуч и преподавательский состав предлагали к реализации тот или иной проект для повышения качества образования, для развития каких-то дополнительных направлений у себя в школе. Каждая из школ, в конечном счете, мы в конечном счете помогли каждой из школ. Понятно, что в зависимости от уровня и качества проектов, школы получили разный объем финансирования. Где-то финансирование, где-то софинансирование этих проектов. Потому что есть школы, которые уже, к примеру, какой-то проект реализуют много-много-много времени. И вы его поддерживаете все это время. Да, он уже настолько качественный и хороший, условно, туда идет миллион рублей. То есть, Туз, вот такой вопрос. Ты не просто пришел на предприятие и просил денег на что-то, условно говоря. Ты должен этот проект описать, просчитать и показать его долгосрочную перспективу, как она скажется, на всех участниках процесса. Абсолютно. В том числе, как это в конечном счете развиваться. Ну, то есть, есть школы, которые, к примеру, специализируются на чем-то конкретном. На иностранных языках, на математике, химии. Естественно. И очень хорошо, что они вот прям углубленно, вот еще с большей глубиной развивают этот у себя учебный процесс. И, конечно, вот по таким моментам хочется помогать еще больше, потому что ты понимаешь, что, может быть, в том числе, благодаря этому, из этой школы вырастет какой-нибудь будущий нобелевский лауреат. Я уж так, может быть, громко, но тем не менее, вот когда ты именно специализированный моментом помогаешь и делаешь так, что школа благодаря этому прям углубленно очень будет это изучать. Ну, это, мне кажется, очень хорошо. Вот, это одна ежегодно проводимая мера поддержки школ. И вот наш чемпионат Уралхимия, с которого мы начали, это еще одна форма поддержки, началась которая в прошлом году. Мне кажется, это очень, прям, очень такая замечательная форма, когда в нее вовлекаются, ну, не несколько детей, не несколько учеников, а вот, мне кажется, там половина, либо вся школа, потому что школа очень сильно заинтересована в том, чтобы стать первым местом в этом году. У нас еще там очень прям такой интересный приз, помимо денежного. Какой? Концерт детской, ну, она не детская, концерт звезды федерального масштаба, но которая нравится детям. Подростковая, скорее, аудитория. Ну, то есть, понятно, что эту звезду слушают и взрослые, и так далее, но вот прям мы среди детей спрашивали, кому что нравится, и вот, в общем, выбрали в том числе звезду федерального масштаба, которая очень нравится детям. И, соответственно, эта звезда даст концерт, группа, даст концерт. Мальбек и Сюзанна. Мальбек и Сюзанна, да, в школе, которая... Прямо на территории школы, которая победила. Да, да, да. Я надеюсь, что нам это удастся с точки зрения, ну, всех организационных моментов, именно все это обеспечить, но задумка именно такая. То есть, ну, по нашей идее это должно было вовлечь вот прям максимальную командность школы учеников и младших классов, и старших классов, потому что в том числе там важным элементом была, ну, вот, социальная активность в социальных сетях вот этого проекта. Группа поддержки. Да, да, да. 11 было команд, 11 было команд, если я не ошибаюсь, да, в этом году в чемпионате Уралхимии. Ну, все, 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 все школы. Пять этапов. Пять этапов. Вас поразил результат? Ну, вот, мне очень, на самом деле, мне очень понравилось, как школы вывлеклись, как действительно получилась командная работа учеников, причем и младших классов, и средних, и старших, и учителей. В последнем этапе, я уверен, что принимали участие родители, когда последний этап был, это будущее города Кирово-Чепецка, то есть школы должны были представить свои макеты, визуальные макеты, как они видят город будущего. Ну, я уверен, что там не обошлось точно и без помощи родителей, ну, это прям вот, ну, слово командность, мне кажется, оно всегда важно, потому что, ну, один сделает одно, а команда сделает гораздо больше и качественнее, и лучше, и там эффективнее, и так далее. Вот, командность уверенно получилась. Давайте уже победителей назовем, потому что победители, помимо концерта, ведь еще хорошие вещи получат. Да, они получат денежный приз, также денежный приз получат и второе, и третье место, ну, и, конечно, каждый из школ участников, там, пусть небольшой, но приз получит, то есть, в любом случае, да, предприятие. Ну, давайте, 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 цифры, победителей. Нет, и цифры, и цифры, и победителей. Ну, по умолчанию, это было первое место 300 тысяч рублей, второе 200 и 100. Ну, к примеру, там, в прошлом году получилось, что второе место не одна, а две школы заняло, да, ну, такие интересные моменты, конечно, были, то есть, ну, заняли по баллам, заняли, соответственно, там, две школы получили по одинаковому призу, но это было в прошлом году. В этом году победитель лицей города Кирово-Чупецка, на самом деле он же победил и в прошлом году, видимо, настолько понравился подарок, который компания «Уралхим» сделала для лица, это была каворкинг-зона, замечательная, красивая, там, прям, ну, я уверен, что дети, у детей это любимое место в школе, там уже второй год, видимо, лицею понравилось, и у них действительно была вот настолько, не только творческая работа, не только вот какая-то креативная, ну, а вот командность была, они проявили максимальную командность, мне кажется, поэтому победили. Мотивация высокая. А каким же видит город будущего дети? Ой, слушайте, абсолютно по-разному, с точки зрения, кто-то просто сказал, хотим вот такую площадь центральную в городе, чтобы она была вот такой, там была сцена, где выступают звезды, там был фонтанчик, там и так далее. Кто-то, к примеру, видел, ну, прям визуально, что в городе должны появиться микрорайоны, ну, микрорайоны, которые есть, но они должны внешне и функционально быть, ну, как бы ассоциированы с каким-то либо периодом времени, либо каким-то, ну, вот, рядом находящимся там объектом. То есть тематические такие микрорайоны. Дети хотят, чтобы город не выглядел стандартными каменными трущобами. Да, 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 да. И вот в одном из проектов школ, вот они прям, то есть это было три микрорайона, созданные дома, ну, то есть у нас задание было, макет не более чем 2 на 2 метра, они в масштабе создали дома, их, наверное, было штук 30, если не больше домов, попали три микрорайона, которые прям рядом со школой находятся, ну, то есть дети, которых микрорайон входит в эту школу, это была первая гимназия, по-моему, это была, да. Ты обладатель третьего места, да? Да, да, да. И вот у них вот один микрорайон прям одного цвета, другой микрорайон, он поновее, и вот они прям его, ну, изобразили, что он вот такой поновее, посовременней. А третий район, ну, как бы он такой а-ля спальный в Кирово-Чепецке, и они вот его прям, ну, раскрасили в том числе в цветодымки на торцах, каких-то еще, ну, прям интересного. Продолжение, а продолжение-то этих проектов будет какое-то? Они будут показаны городу, будут ли внедряться в программы городские? Ну, мне очень приятно, на самом деле, что руководство города относится к инициативам компании очень хорошо, и, к примеру, вот по инициативе главы города, Савина Елена Михайловна, все макеты в дальнейшем будут выставлены для возможности, чтобы их увидели жители города. У нас остается одна минута до завершения эфира. Мы больше того скажем. Елена Михайловна Савина частый гость в нашей студии, и я более продвинутого города в нашем регионе, чем Чепецк, в отношении урбанистических изменений, современных тенденций, с учетом мнения всех абсолютно жителей города, с привлечением высококлассных специалистов федерального масштаба, с разработкой и обсуждением скверов, парков, набережных, детских проектов, потому что вот на набережной детский проект, который был реализован в итоге мальчика, мальчик делал этот проект. Это, конечно, это еще поискать. У вас так счастливо в Кирово-Чепецке все срослось, что есть и компании хорошие, классные, будем говорить, что не только филиал компании Уралхима активный, но и у вас там есть и другие компании, с которыми вы сейчас активно взаимодействуете, чтобы они тоже в поле выходили информационные. Клуб директоров так называемый. Это верно, да. И чепчане знали, чем можно гордиться, а там ого, чем можно гордиться, и мы даже планируем присоединиться к этой компании и тоже об этом рассказать. Ну и, собственно, как завершение нашей программы, да, чем можно гордиться. День химика будет отмечать Кирово-Чепецк. Надо поздравить. Да, город Кирово-Чепецк будет отмечать День химика. Я, пользуясь случаем, хочу поздравить работников нашего завода. И тех жителей города, которые причастны к химии, это действительно не только наш завод. У нас достаточно много предприятий, связанных с химической отраслью. Я хочу сказать спасибо большое коллегам за результаты их труда, потому что от их результатов труда очень многое зависит. Пожелать им хочу простого человеческого счастья, комфортной, счастливой жизни. Это был Дмитрий Тружков, директор Кирово-Чепецкого филиала компании «Уралхим». Дмитрий Анатольевич, спасибо большое, хорошего дня. Мы тоже присоединяемся к вашим поздравлениям. Я прощаюсь тоже с нашими слушателями. А я не прощаюсь, вернусь через 20 минут. Спасибо.